Привет вам мальчишки и девчонки! Желаете сделать так, чтобы вот такой вот небольшой светодиод, лежа на тарелке, мог светиться? Без всяких аккумуляторов, подключения к розетке, без всяких батареек. При этом схема была бы не монстровая, а очень и очень даже простая. Если хотите, то смотрите. Для того, чтобы так у нас получилось, надо взять светодиод и добавить к нему небольшой вот такой вот дроссель. Дроссель можно взять из лампочки экономки. Затем надо взять и аккуратненько припаять дроссель к выводам светодиода. Примерно вот так. Паяльник может быть горячий, чистый, оловянный, деревянный или стеклянный. Когда у нас получилась вот такая самоделочка, давайте покажу ее крупным планом. Вот эта даже более миниатюрная, потому что там у меня слишком большой дроссель, и в него можно спрятать батарейки, мы его отсюда уберем. Тут кроме дросселя и светодиода ничего нет. Можно все это рассмотреть, все это близко, видно и хорошо. Ну а как же он будет светиться? Давайте посмотрим, как он будет светиться. Неужели такая простая система может реально светиться в темноте? Давайте поднесу чуть-чуть поближе к камере, и мы посмотрим, действительно ли она светится. Да, вот она светится. Смотрите, я держу ее в руках, могу положить на тарелочку. Вот она даже освещает немного тарелку. Светится. Никаких батареечек в ней нету. Она питается прямо напрямую из космоса энергии эфира. Где тут батарейки? Быть может у меня в пальцах что-то спрятано. Но давайте вот так вот положим и попробуем приблизить камеру еще сильнее. По-моему, хорошо и ярко видно свечение светодиода, который ни к чему не подключен, а просто валяется у меня на белой тарелочке. Яркий фонарик, беспроводной, без батареек, по сути дела, самая настоящая БТГ. Но хитрость у этого фонарика есть. И об этой хитрости вы можете узнать, если прочитаете описание к этому видеоролику. Продолжение следует...